В сегодняшнем ролике я вам расскажу про 10 книг, в которых авторы делятся личным опытом в сфере саморазвития. Первая книга Максим Батрев. 45 татуировок личности. Правила моей жизни. Жизненные уроки бывают жесткими, и многие из них навсегда врезаются в сердце и сознание, словно татуировки. 45 своих татуировок, ставших правилами жизни, открывает для нас Максим Батрев, успешный менеджер и бизнес-тренер. Из каждого эпизода своей жизни он выводит правила взаимодействия с миром, семьей, самим собой, и все удачи и даже неудачи складываются в картинку того, как в любой ситуации оставаться собой и шагать все выше по лестнице саморазвития. Наверняка многие из этих жизненных правил применимы в вашей жизни, и наверняка вам есть чем дополнить их. Вторая книга Максим Ильяхов. Ясно, понятно. Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов. Эта книга о правильной и понятной коммуникации. Как с помощью слов доносить свои мысли и влиять на людей. Максим Ильяхов развивает тему, затронутую в бестселлеры «Пиши, сокращай». Вы узнаете, как привлечь внимание читателей, как помочь им понять и принять точку зрения автора. Как увлекательно и доступно раскрыть любую тему, даже самую сложную. Вы найдете в книге более 50 инструментов улучшения текста. В разделе «Контекст» автор покажет, как справиться с предвзятостью читателей и настроить их на верное восприятие информации. В разделе «Интерес» как превратить скучный текст в увлекательный, не меняя его содержание. Раздел «Текст» посвящен использованию примеров, антипримеров, аналогий, метафор, сюжетностей и слоганов. Тому, что поможет адресату правильно понять написанное вами. В разделе «Подача» представлены инструменты мгновенного воздействия, как донести главное заголовком, схемой или фотографией. Максим Ильяхов рассказывает о создании сильного текста, подкрепляя теорию примерами и собственной практики. Книга адресована всем, кто уже умеет писать и сокращать, но хочет делать это лучше, так, чтобы не только информировать, но и убеждать словом. Копирайтерам, маркетологам, бизнес-тренерам, предпринимателям и блогерам. Третья книга «Игорь Манн. Иван Малина. Читай. Как правильно выбирать книги, читать их и лучше использовать прочитанное». Эта книга про книги. Вернее, про то, как читать книги. И что именно стоит читать. И главное, зачем. Она будет интересна и тем, кто читает за поем, и тем, кто предпочитает добывать информацию и проводить досуг иными способами. Чтение – не только верный способ развить интеллект и хорошо провести время. Авторы книги уверены. От того, как, сколько и что вы читаете, и что делаете с полученной информацией, напрямую зависит ваш успех в жизни. В частности, количество денег, которое вам удастся заработать и авторитет, который вы сможете приобрести. Книга битком набита букхаками, советами и хитростями, позволяющими читать больше и быстрее, приохотить к чтению ваших детей и сотрудников и получать от чтения максимум пользы и удовольствия. Не менее полезны и приложения. Как сказали рецензенты, это тот редкий случай, когда приложения так же хороши, как и сама книга. Четвертая книга. Катерина Ленгольд. Просто космос. Практикум по Агил жизни, наполненный смыслом и энергией. Технологический предприниматель Катерина Ленгольд. Автор бестселлера «Агил. Ежедневник. Космос». В новой книге рассказывает о своей системе планирования, основанной на методологии Агил и 9-недельных спринтах. Автор делится опытом по постановке целей, формированию полезных привычек, борьбе с прокрастинацией и восстановлению энергии за счет эффективного сна, питания и управления эмоциями. Пятая книга. Дарья Гейлер. Вижу цель, иду к ней. Как зарабатывать на любимом хобби и жить полной жизнью. Превратить хобби в успешный бизнес – непростая задача. Но Дарья Гейлер это удалось. В книге она рассказывает о своем опыте и делится советами для тех, кто пока находится в начале пути. Предпринимательство может казаться творческому человеку непомерно сложным и опасным занятием. Эта книга дает простые и доходчивые ответы на самые насущные вопросы, обычно возникающие у новичков. А энергия и оптимизм автора вдохновят тех, кто сомневается в своих силах и откладывает перемены в жизни на потом. Шестая книга. Анастасия Максимова. Из депрессии. Выход рядом. Всесторонние исследования депрессии от человека, который побывал по ту сторону большой Д, и сумел выкарабкаться. Вы узнаете, когда необходимо обратиться к специалисту, зачем общаться с людьми и почему фразы «просто не грусти» не работают. В подробном руководстве автор рассказывает, как жить с депрессией и как помочь себе или близкому человеку. Книга будет интересна всем, кому знакомы депрессивные состояния. Седьмая книга. Настя Травкина. Homo mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь. Заложены ли наши способности с рождения или мы можем продолжать эффективно обучаться и во взрослом возрасте? Способны ли мы избавиться от навязанных семьей и обществом ролей и преодолеть травмы трудного детства? Возможно ли победить вредные привычки? Все это вариации одного из самых главных вопросов, который задает себе каждый из нас. Могу ли я измениться? От ответа на него зависит, какой жизнью мы будем жить. Научная журналистка Настя Травкина отвечает на эти вопросы с помощью нейробиологии, рассказывая о своих трудностях, учебной неуспеваемости и парализующем страхе показаться глупой, столкновении со стереотипами о женщинах, опыте бедности и борьбе с зависимостью. Она объясняет, как опыт влияет на наш мозг и как особенности мозга определяют наш будущий опыт. Книга помогает понять, какие факторы, влияющие на работу мозга, возможно контролировать, а какие нет, и предлагает методы, чтобы управлять первыми и справиться с последствиями вторых. Восьмая книга Джен Синцеро Нельзя, откажись от пагубных сладостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы. Любовь к луковым кольцам и жареному мясу не помешала Джен Синцеро написать одну из самых гениальных книг про привычки. Можно долго пытаться, но так и не научиться вставать в пять утра, делать зарядку и использовать зубную нить. Однако феноменальный талант автора этой книги запускает мощный трансформационный процесс. Вы сами не замечаете, как начинают меняться ваши ежедневные действия и мысли. Эта книга – 21-дневный марафон по замене плохих привычек хорошими. Он работает по принципу снежного кома. Каждый день вы вводите новое для себя упражнение и продолжаете выполнять его до конца отведенного срока. В результате не только перестраиваете свою жизнь, но и получаете бешеный заряд энергии. А еще прекращаете ругать себя за маленькие слабости. Девятая книга – Даниэла Лаппорт Вы и есть гуру. Как перестать ждать чуда и понять, что с вами все в порядке. Захватывающая и остроумная книга о светлых и темных сторонах индустрии личностного роста. В поисках себя Даниэла Лаппорт перепробовала множество практик саморазвития, включая самые безумные. Эта книга – собрание ее историй, советов и предостережений для тех, кто еще только вступает на этот путь или уже успел в нем разочароваться. Десятая книга – Рольф Добелли Без новостей. Как избавиться от информационного шума и мыслить ясно. Многие в наше время имеют почти наркотическую зависимость от новостей. Это делает общество уязвимым перед деструктивными веяниями и вбросами, которые нужны кому-то другому. Вдобавок, большинство новостей пожирают время, внимание, творческий и мыслительный ресурс каждого отдельного человека, который еще не научился уходить от лавины коротких заметок и сообщений о совершенно неважных вещах. Если отказаться от бездумного поглощения новостей, то становится проще принимать взвешенные решения, быть свободным в суждениях и определении приоритетов. Улучшается моральное состояние, освобождается время для важного. Автор сам прошел этот путь. План избавления от новостной зависимости и доводы в пользу этого шага описаны в этой книге. Вот такие вот 10 книг, в которых авторы делятся личным опытом в сфере развития. Советую всем прочитать. На этом все. Всем удачи и финансово благополучия. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok